Самое новое, технологичное, очень сложное, но весьма полезное. Это проект ХайТек на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. Сегодня отапливаем дома и ездим на автобусах. Наука это то, что делает жизнь людей лучше, даже косвенно. Не с помощью научных изобретений и открытий, а благодаря побочным эффектам от проведения опытов. Гигантский научный объект Большой Адронный Коллайдер позволил сделать множество открытий. И вот Европейский Совет по ядерным исследованиям принял решение об изучении возможности использования коллайдера еще и для решения практических насущных задач. Скоро с помощью этого научного объекта начнут отапливать дома. Для работы БАК необходима очень низкая температура, она близка к абсолютному нулю. В процессе вырабатывается огромное количество тепловой энергии, утилизация которой позволит снизить расходы на научные изыскания и сделать жизнь людей комфортнее. Часть энергии собираются направить в соседнюю с коллайдером застраиваемую зону Ферн и Вольтер. Там планируется открыть геотермальную электростанцию. Излишки тепла, который вырабатывают промышленные здания, система охлаждения БАК и солнечная энергия будут использовать для обогрева воды в подземном водопроводе. Она и будет направлена на отопление зданий и сооружений. Для 8 тысяч местных жителей снизятся расходы и еще улучшится экология. Первые тестовые испытания отбора тепла для отопления зданий начнутся в 2021 году. Полноценно система должна заработать в 2022. Телефоны становятся все умнее и собирают о нас больше данных. Речь не только о журнале перемещений владельца или о списке контактов. Инженеры Мельбурнского Королевского технологического университета выяснили, информация с акселерометра смартфона способна помочь определить главные черты характера его владельца. С помощью этого датчика записываются и хранятся данные обо всех перемещениях устройства. Если их проанализировать, можно выяснить расстояния, преодолеваемые человеком ежедневно, и скорость перемещений, а также частоту и время проверки уведомлений. Эти параметры связаны с основными характеристиками личности. Например, паттерны активности общительного человека случайны, дома его застать сложно. Чувствительные женщины часто смотрят уведомления, а впечатлительные мужчины, наоборот, редко. Любопытные и изобретательные люди уделяют смартфону совсем немного. Все это можно было бы использовать, чтобы давать разные рекомендации на сайтах знакомств или в соцсетях. Такая аналитика может повысить эффективность таргетированной рекламы. Однако исследователи работали с очень небольшой выборкой, всего лишь 52 человека, в планах провести анализ с большим количеством добровольцев. У Павлодарского общественного транспорта свой путь развития, особенно в плане сбора денег за оплату проезда. В этом городе в течение месяца тестировали новую систему электронного билетирования. Перевозчики пока не торопятся подводить итоги. Власти Павлодара учли опыт городов республиканского значения и решили придумать свой способ. Это 30 новых электроавтобусов на дизельном топливе. Они были доставлены в Павлодар точно к запуску системы электронного билетирования. Проект пилотный, пока работает в тестовом режиме на одном автобусном и одном трамвайном маршруте. На сентябрь запланировано полномасштабное внедрение. Главное отличие Павлодарской системы от уже существующих в стране отсутствие специальных проездных карт. Вам не нужно где-то покупать карточку отдельно, пополнять ее наличными деньгами. Вы используете банковскую карту, на которую вы получаете уже зарплату. В автобусах и трамваях испытывают мобильные валидаторы. Ими позднее оборудуют автобусы малого класса, так называемые маршрутки. В остальной общественный транспорт установят стационарные аппараты. Для тех категорий, у кого либо нет карты банковской, кто не хочет по каким-то причинам ее получать, как правило, это льготные категории, будет выпускаться специальная карта, она тоже бесконтактная, она будет раздаваться абсолютно всем гражданам с льготной категории. В остальном электронное билетирование в Павлодаре не отличается от уже существующих систем в Нурсултане и Алматы, в том числе и по градации цен. Безналичная оплата билета обойдется дешевле наличной. Валидаторы стоимостью 150 миллионов тенге закуплены на бюджетные средства, но рассчитываться с разработчиком будут транспортники. Когда полностью это все внедрится, мы хотим увидеть прозрачность наших перевозок. Естественно, от этой прозрачности будет зависеть и экономическое состояние нашего предприятия. Перевозчики за неполный первый месяц работы электронного билетирования уже отметили увеличение прибыли. До конца года по плану электронное билетирование будет внедрено во всем общественном транспорте города.